Привет, друзья! С вами Иванова Галина. И сегодня я вам хочу показать, как я буду пересаживать вот такое большое самодельное кашпо. Свою питунью тоже из самодельного кашпо, которое уже год отслужило. Ну, вот в это большое. И заодно расскажу, что мне нравится в этих кашпо, что не очень, как они пережили сезон и так далее. Но постараюсь рассказать максимально подробно. Вначале укладываю сюда пленку кашпо. Но, признаться, мне сначала не очень нравилось, что я закладываю в эти кашпо пленку. Но хочется, чтобы они прослужили не один сезон. Но, как оказалось, в этом есть довольно хороший плюс. И сейчас я о нем вам расскажу. Пленку берем любую. Причем плюс такой довольно существенный. Пленку я продолжу использовать и дальше. Укладываю сюда пленку. Немножко прикреплю скотчем, чтобы она подержалась буквально пока заложу грунт. Ну, а вы пока можете делать ставки в комментариях, пока не досмотрели до конца, какой объем грунта сюда поместится. Если честно, всегда мне интересно в новых кашпо, сколько войдет грунта. Правда, не во всех я еще обмерила, так скажем, грунт. Самое большое кашпо, которое я делала, в нем поместилось почти 11 литров грунта. Сколько поместится в это? Ну, я предполагаю, что литра 8 войдет. Ну, а вы пишите свои предположения. Скотч, наверное, потом сниму. Вот, воспользовалась я прищепками с подсказки моего оператора. И сейчас, вот так уложила кашпо, и сейчас здесь в пленке делаю прорезы. Их можно сделать и потом снизу. Ну, я делаю сейчас, потому что кашпо будет стоять на улице. А бывают и ливни, и грозы, чтобы петуния в нем не утонула. Обязательно это делаю. На дно я засыплю шелуху грецких орехов. Вот так она у меня перемешку с землей, со стружкой, все пойдет. Вот такой небольшой дренаж. Так, считайте. Это уже где-то примерно пол-литра. В литровом помещается 7 литров, но у меня не полностью здесь 6 литра грунта. Немножко пересыплю землю сюда в кашпо. Надеюсь, вы уже пишете в комментариях или подсмотрели, сколько поместилось грунта в кашпо. Грунт у меня торф, перегной куриный и земля садовая. И теперь момент истины. Вот смотрите, в этом кашпо пленка, как я говорила, ну и соответственно сам цветок. И в чем прелесть пленки? Что если нужно пересадить, цветок очень легко достается вместе с этой пленкой. Видна хорошая корневая. И в принципе уже видно, что этому цветку будет мало здесь места. Цветок большой из серии Грандифлора. Точно так же я могу с этим пакетом примерить, как мне поместить кашпо сюда. И вот так пока его достаю. Вот смотрите, достала. Показываю, как оно есть. Да, грунт немножко просыпался. Но кашпо в принципе осталось такое же прочное, как было. Немножко просыпался грунт, это ничего страшного. Но свою форму и прочность оно сохранило. Немножко здесь истрепалось, ну потому что вода где-то стекает, дожди идут. Но это кашпо уже служило прошлый сезон, второй год служит. После этого сезона я покажу, как я их обрабатываю, как храню уже где-то осенью. Вот. В это кашпо пересажу другой цветок и здесь все равно оно будет занято. И тогда посмотрю, сколько сюда точно влезло земли. Добавляю сюда землю. Сейчас я достаю из пленки, вот так. Вот так хорошо, корневая. Но обязательно нужно полить, корни уже заплетаются. И вот так помещаю сюда питонию. Сыпать землю вокруг этого кома. Но мне кажется, что здесь, вот в этом кашпо в меньшем, три нитра земли точно есть. Может быть даже и больше. Однозначно, что здесь питония будет намного лучше. И очень хорошо мне нравится то, что эти кашпо можно сделать любой формы нужной, любого нужного размера. Вот он мне очень нравится. Ну, а материал, в общем-то, практически бесплатный. Случат от клея и лака. И то их идет очень немного. Видео, как я делаю эти кашпо, у меня есть на канале. В специальном плейлисте я их собираю. Ссылочка на него я оставлю в описании под этим видео. Сейчас пролью грунт. Если она сильно обсядет, то еще добавлю. Ну, вот смотрите, здесь остался литр земли. Вот меточка. То есть ушло 5 литров земли. Плюс, помните, пол-литра дренажа, 5,5. И я думаю, что здесь минимум 3 литра было грунта в самом цветке. 5,5 плюс 3, 8,5 литров. Незадолго буду пересаживать цветок в то кашпо и специально померю, сколько литров влезает в то кашпо. Ну, 8,5 литров. В принципе, это то, что я хотела сделать. Даже, наверное, ближе к 9. То, что я хотела сделать, оно получилось. Кашпо довольно объемное. И я думаю, что этой петуне, с учетом подкормок, в этом году это кашпо и будет в меру. Хотя для петуни, по-моему, предела кашпо или объема нет. Чем больше, тем лучше. Ну, вот таким образом я сделала кашпо своими руками для вот таких петуний. И вот так их пересаживаю. Лишний целлофан я обрежу. И вот так можно практически даром сделать для себя, для своих цветов, вот такие довольно надежные кашпо. Все, друзья, на сегодня все. Если видео понравилось, подарите мне, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал, если впервые увидели мои видео. И до встречи в новых мастер-классах. Пока!